Хэллоу Услышать ответ Hello, I can't speak English I'm very afraid to speak English То есть перевод Я говорю по-английски Очень стесняюсь и боюсь Лучше всего говорить Нормальным Спокойным, размеренным Вежливым тоном То есть сравните Hello, I can't speak English And I'm very proud to present myself As a member of my country The Russian Federation То есть оно звучит внятно Еще есть популярная Картина, это называется Режим танка Т-34 Особенно мужчины Лет за 40 любят говорить I can't speak English I will destroy you You must listen to me I am Russian I can't speak English Перевод Я говорю по-английски Ты должен меня слушать Оно очень сильно давит То есть не надо Заваливаться в истерично-высокий Визгливый тон И не надо как на одной пленке Ехать Когда мы говорим по-русски То мы выражаем одобрение Отрицание Иронию, смех, чувство юмора Все на свете То почему же вы Когда говорите по-английски Вы выдаете все На одной ноте Вам нравится запись Автоответчика? Не нравится Тоже Надо Разбивать Текст на смысловые группы Смысловые группы Это как Казнить нельзя Помиловать Или Помиловать нельзя казнить Где запятая Туда и смысл Так же самое И с ударением Причем не словесным А имеется в виду фразовым То есть можно сказать Человеку You are stupid Это приговор Да, человек Не отличается особым интеллектом А можно сказать You are stupid Ну, ты же вроде нормальный Ты же не совсем stupid А можно сказать так You are stupid Это легкая шутливость Всегда выражаете тоном Тот контекст Который вы вкладываете В ваши слова То есть Есть такое предубеждение Что люди в армии Не шибко грамотные Да, есть люди в армии нормальные Ну, когда ты слышишь от человека ответы Так точно Никак нет Не могу знать Впечатление не лучшее Всегда обыгрываете тоны То есть Смотрите Я вам задаю вопрос Do you speak English? На English Восходящий тон сверху Почему? Потому что это значит Вопрос Который я вам задаю Заранее Я не знаю ответа Поэтому я сомневаюсь А если я уверен На за себя То я говорю так Hello I am your teacher of English Спадение вниз В английском языке Есть два варианта тона Восходящий Это знак сомнения И нисходящий Это уверенность То есть допустим Ваше личное имя Алекс Александра или Александра Я не знаю точно Вы скажете Hello My name is Alex То он вниз То он вниз Если же сказать Hello My name is Alex То собеседник подумает Оооо вот это дает Он за себя не знает точно А если задавать вопрос То оцените Do you speak English? То есть Ты знаешь английский А почему не говоришь? Это упрек Добавляйте смысловое ударение, еще есть популярная картина, видела очень часто. Зацените фразу. То есть не надо делать вот эту кашу в рот. Совет. Всегда тщательно дорабатывайте движение губами. Видели по-русски есть рекомендации убрать руку с рта, когда что-то говорите. Как же самое здесь, в английском написано man один мужчина, то нужно опускать подбородок вниз, man. А если подбородок вниз не опускать, то получится man мужчины много. Есть понятие фонетика, там есть исключительно много иллюстраций на то, куда подворачивать язык. Допустим, слово make. Вроде что проще сказать слово make. Оказывается, есть нюанс. Звук эй – это дифтонг. Я не буду грузить слишком сильно теории. Это значит двойной звук, эй – сильное, и слабое. То есть повторите. Make – нормальное звучание. Многие люди сказали make – сильное. И непосредственно не произносится. Оно обозначается, термин к этому называется скольжение. Все вы отлично видели огромное количество иностранцев. Теперь вам хитовый вопрос. Скажите, сколько из них говорят мягкий знак? Половина не говорит. Или есть звук «ы», а есть «и». «Сыть» и «сить» – это разные слова. Да. То есть нужно дорабатывать звуки. А еще я вам рекомендую пародировать английские тексты, то есть вслушиваться в английскую интонацию, к которой прилагается аудиокнижка. То есть каждый язык, он имеет свой темп речи. Если ваш темп речи не соответствует английскому, то вы получаетесь аутсайдером. То есть я рекомендую прослушивать одну пленку хотя бы пять раз и тогда вы будете говорить удачными фразами. Я заметила, что самый большой прогресс у тех учеников, которые многократно слушают аудиокнижку. То есть ваша задача найти аудиокнижку, которую читаются хорошими литературными поставленными голосами, причем native speaker. Русский человек при всем желании, когда он говорит по-иностранному, то чувствуется чужеродность. Ученик не прыгнет выше учителя, то есть заранее берите пленку носителя. В интернете бесконечно аудиокнижек. Пять раз слушаете, потом начинаете повторять. То есть смотрите. Do you play chess? Вы играете в шахматы. Есть еще под вариант. Don't you? Это вежливый переспрос. Do you play chess? Don't you? Вы же вроде играете в шахматы. А если я начальник и человек точно должен играть в шахматы, но он в шахматы не играет, я говорю. Do you play chess? Don't you? Видите, металл. Как будто воздух наэлектролизированный. В двух словах. Можно же вежливо высчитать человека, а можно произвести разбор полетов в строгой форме. Все это выражается в мелодии языка. Нельзя, как автоответчик, на одной заезженной ноте, это видели, как старая пластинка, пока разгрузится с таким скрипучим голосом. Нет. Я желаю вам успехов в английском произношении и в изучении языка. А насчет меня. Я репетитор по скайпу Smart Teacher 197. Мой послужной список 100 человек выучили английский. Могу предоставить рекомендации. Я знаю все нюансы от А и до Я. Если вы их будете искать сами, то не факт, что даже нашедши нужную книжку, вы сможете правильно ее истрактовать, то есть применить к употреблению. Плюс важен контроль. Вы думаете, что вы произносите верно, но это иллюзия. То есть обращайтесь к профессионалам. А моя цена 300 рублей за одно занятие. То есть да, цена хорошая. Я хороший человек, поэтому первый урок бесплатно. Вообще. Плюс я носитель. То есть моя квалификация прямо зашкаривает. И еще. Можно платить за один урок. То есть для сравнения. Все мои конкуренты говорят, купить пакет с 10 занятий. Зачем вам 10 занятий никуда платить? Вы увидите прогресс на моих уроках и будете платить, потому что вы будете довольны качеством знаний. Школа – это конвейер. Конвейер – это плохое качество. Почему? Ну, потому что по-английски шедевр называется «Masterpiece», «Кусочек мастера». Поскольку я мастер в английском, то я буду в вас вкладывать не только знания, но и всю полную специфику, скажем так, кухню изучения английского языка. То есть есть нюансы, вы их даже не знаете, но вы отчетливо подозреваете, что вот вроде говорю, а почему-то не вытягиваю. То есть обращайтесь ко мне. Сайт skype-teacher.ru, то есть skype-учитель. В skype smartteacher197. Всего наилучшего и goodbye.